Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну а мы продолжаем Утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте. Доброе утро. И хочется вот напомнить нашим слушателям, что на киноэкраны выходят сейчас, уже демонстрируется, его можно смотреть. С позавчерашнего дня украинский фильм, драматический, военный, я бы даже сказал, боевик, снайпер «Белый ворон». И открывал эту картину как раз даже посол Украины в Латвии. И я знаю, что часть тех средств, которые будут выручены от продажи билетов на эту картину, они пойдут как раз-таки на помощь Украине, конкретно украинской армии. Один из создателей этой картины, известный украинский медиапродюсер Виталий Докаленко у нас на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Лабрит. Спасибо. Очень приятно даже услышать. Хорошо. Тогда доброго ранку. О, это тоже приятно. Виталий, может быть, несколько слов об этой картине. Фильм действительно снят очень масштабно, с большим привлечением. Большим привлечением, извините, сейчас и техники, и там действительно батальные очень сцены показаны. Вот как создавался фильм? Потому что мне кажется, что последние кадры, они буквально доснимались уже чуть ли не в последние дни перед премьерой. Фильм снимался в 21-м году, в летом 21-го года. Что-то снималось, на смысле зимний... Да, у нас что-то... Не совсем перед войной, но да, когда был снег, и вот последние кадры реально снимались зимой 21-го года. Фильм снят реально по реальным же событиям. Фильм, один из авторов сценария, и есть этот ворон. То есть человек себе по жизни придумал такое приключение, что он уйдет в такую экологическую изоляцию, будет жить там с женой. Они поставили себе за цель вырастить ребенка в таких условиях, отказавшись от всех благ цивилизации, даже от света. То есть у них там стоял ветряной генератор и динамо-машина. И они для этого приватизировали там 2 гектара земли. Но, к сожалению, в Луганской области и когда были события 2014-го года, естественно, все их мечты были разрушены войной, которая началась тогда. Собственно, вот по этой истории и был снят фильм. Но после того, как туда пришли российские захватчики, естественно, парень ушел в подразделение украинской армии. И после окончания службы он дружил с режиссером и дружит. И они совместно написали сценарий. И на базе этого и снят фильм. Я знаю, что Павел Алдошин сейчас служит в армии тоже. Исполнитель роли, вот главной роли Миколы. Да, Павел Алдошин, пройдя хорошую школу военную во время съемок, ушел в вооруженные силы Украины. И сейчас служит на передовой, да. Потому что у нас перед как раз фильмом были показаны обращения самого Алдошина и режиссера фильма, которые обращались к латвийским зрителям и рассказывали немножко о самом фильме и о том, о своих героях. Получается, насколько Алдошину пришлось проходить вот эту школу бойца. Потому что в начале фильма он действительно выглядит, ну, таким, как будто бы интеллигентным, скромным учителем, преподавателем физики. А к концу фильма он превращается, ну, практически в Рэмбо. Там момент, я надеюсь, что это не рассочтутся спойлер, но момент, когда он вылезает из ванны, и мы видим его, простите, но вот без одежды. Прямо такое мускулистое тело, которому Сталлоне позавидует. Ну, на самом деле, все актеры, которые играли в военных, они проходили обучение в солдатской школе, в учебке, наравне с новобранцами, прошли все первые этапы, так, чтобы обрести навыки военных. Ну, и те, кто дальше участвовал в съемках именно как снайперы, они проходили дополнительную подготовку. Ну, так, чтобы это не выглядело нелепо по кадру, когда человек не знает, на что нажимать, как держать. То, что я регулярно вижу в фильмах, и мне периодически смешно, особенно в... Я увлекаюсь, слава богу, не стрельбой снайперской винтовки, а из лука. Вот я когда вижу исторические фильмы, и вижу, как люди тянут тетиву, и где держат пальцы, это всегда смешно. Вот Алдошин прошел хорошую школу военной подготовки, поэтому он сейчас там. Ну, плюс события, те, которые у нас происходят, война не оставляет никого равнодушным. Учитывая события, которые происходят, и духоподъемную составляющую фильма, удалось ли в украинский прокат фильм запустить, или как-то иными способами сейчас его показывать? Ну, пока не получается, потому что кинопроката нет. В целях безопасности в стране избегается массовое скопление людей, то есть ракетные обстрелы продолжаются. Поэтому мы отложили прокат в Украине до победы. Отдельно сейчас обсуждается история показа его по платформам, но не получается достичь массового покрытия. Поэтому фильм в премьеру вот как раз заходит в Латвии и Литве, потом Эстония, потом там сейчас идут переговоры с европейскими странами. И, по-моему, в июле стартует прокат в Соединенных Штатах Америки. Он будет там титроваться или переозвучиваться? Там озвучиваться будет. Там полноценный даббинг. Потому что я хочу сказать для наших зрителей, что титры на русском и на латышском языке, то есть будет все абсолютно понятно. Хотя там часть, в принципе, и так, в принципе, понятен. Украинский язык, я думаю, для русскоязычным очень хорошо. Также, вот, может быть, несколько слов о том, что сейчас происходит в украинском кино. Снимаются ли какие-то фильмы, остановлены съемки уже существующих? Что вот сейчас происходит? Ну, война не позволяет снимать ничего. Все остановлено. Часть киноиндустрии, особенно девушек, женщин и детей, находятся за территорией Украины. Я считаю, что это нормально. А съемки, как таковые, невозможны. Часть компаний, которые специализируются на документальных фильмах, активно заняты в фиксации всего происходящего. То есть есть известная компания «Вавилон-13» украинская, которая фиксировала все события на всех Майданах. Они активно сейчас собирают материалы. Ну, и вот как раз фаза именно для документалистов такая по сбору и производству документальных фильмов и фиксации всех событий. И совместно с польскими коллегами тоже там снимаются документальные фильмы. Уже даже один про беженцев из Мариуполя был в эфире какого-то из польских каналов. Большие фильмы, но снимать невозможно на данном этапе. И часть представителей киноиндустрии активно занимаются волонтерством. Есть общественные организации, которые помогают регионам, которые пострадали. Очень сильно от пребывания орков на территории Украины, особенно под Киевом, так и воинским подразделениям. То есть Украина в очередной раз с 2014 года показывает удивительные не признаки даже, а примеры самоорганизации и волонтерства. Государство частично идет по своей программе, а, собственно, люди идут по своей программе. И все это происходит независимо друг от друга, на самоорганизации, на каких-то внутренних контактах, на внутренней энергии, на внутренних ресурсах. Это удивительная составляющая, по-моему, беспрецедентная на данном этапе в мире. Эти результаты действительно поражают и восхищают. Не только самоорганизация, но и сопротивление украинской армии, которая доказала, что, в общем-то, все эти годы были потрачены не зря на подготовку. Она проявила свою готовность отражать нападения. Что касается культурной составляющей, нам из Латвии не особо хорошо известно, но, возможно, что-то происходило, фильмы подобному вашему, там, снайпер конкретно «Белый ворон», то, что работало именно с культурной стороны, тоже как-то воспитывая какие-то патриотические чувства. Что-то было заметно такое, что могло тоже оказать влияние в ходе известных событий? Ну, за последние 4-5 лет в Украине была создана серия художественных фильмов на патриотическую тематику. То есть, к сожалению, со времен и во времена СССР это все было запрещено. Потом активно блокировалось прорусскими политическими силами. Но за последние 4-5 лет было снято, ну, не могу сказать большое количество, но ряд фильмов такого содержания, которые поднимают и самосознание, и патриотизм, и раскрывают исторические факты, те, которые замалчивались. На экраны вышел фильм «Киборги» про героев обороны Донецкого аэропорта, и он реально был востребован и имел большие кассовые сборы. То есть, люди смотрели, ну, и реально у меня слезы в глазах стояли по окончанию фильма. Был фильм «Червоный», как раз там, это фильм совместный, наверное, и для и Украины, и Латвии, и Литвы. Это фильм про борьбу украинцев в сталинских концлагерях, про бунт, про один из бунтов. Был фильм «Забороненный», запрещенный, про поэта-диссидента, известного довольно-таки сейчас и национального героя. И для меня сам факт того, что он второй раз был осужден в 80-м году в городе Киеве, в котором я родился и тогда уже учился в седьмом классе, и я про это ничего не знал, но для меня было это открытие. Ну, и там еще один интересный факт, что государственным адвокатом у поэта Василя Стуса, который совсем соглашался с судом и подыгрывал властям, был нынешний кум президента России Виктор Медведчук, который сейчас арестован. И фильм тоже имел большой резонанс, и это, по-моему, первый фильм, на котором на титрах зал не уходил, а вставал и пел гимн Украины. А в русскоязычном Харькове на одном из сеансов на сцену перед экраном вышли парни, развернули большой баннер «Смерть Медведчуку». Был фильм «Черкасса» про события тоже 2014 года, когда захватывали Крым, про украинский военный корабль, который не сдавался русским, отказался перейти на сторону России. Их заблокировали в озере Дон-Узлав, не дав выйти из озера. Ну, и они до последнего сопротивлялись. Потом была договоренность, когда их просто передали уже на территорию Украины, но корабль остался, собственно, в Дон-Узлаве. Были фильмы, еще серия фильмов не настолько яркого, скажем так, военного окраса. Было несколько анимационных больших проектов, когда мы восстанавливали фактически утраченную цельность старых легенд, мифов. Ну, то есть, к примеру, мультфильм Никита Кожемяка, Микола Кожемяка, Микита. Это на основе старой украинской сказки. Ну, вот мы сейчас обсуждаем очень много моментов культурообразующих. И в привязке к сказкам, ну, в украинских сказках нет того, что есть в российских. Когда там щука хвостом вильнула и все появилось, там конек-горбунок там что-то сотворил. Вот Микита Кожемяка, это одна из легенд, он воевал с змеем и спасся тем, что обмотал себя соломой и обмазался смолой. И когда его змей схватил, он не смог его укусить, ну, как условной жвачкой подъявился. И тот смог его булавой поработить. И по одной из легенд, этого в мультфильме нет, конечно, он запряг этого змея и пахал землю вокруг Киева. И тут есть легенда про змеевые валы, которые вот в событиях уже сейчас, ну, это большие фортификационные сооружения, они как валы, и они даже сейчас задержали часть техники, то есть там орковские БМП не смогли их преодолеть, они на них застряли, на этих валах. Вот, была серия документальных фильмов, потому что событий было много и много, ну, того периода, начиная с 2014 года и со времен Майдана, которые поддерживали дух и рассказывали про мотивации людей, почему они выходили на Майдан, что происходило, и вот документальные фильмы в большей степени боролись как раз с российской пропагандой, которая рассказывает, что на Майдане были одни бомжи, людям, которым нечего делать, ну, и так дальше, а на самом деле реальности абсолютно другие. В Киеве оценка Майдана 2-го, 14-го года, 13-го, 14-го, что это был фактически, ну, не бунт, а сопротивление бандитской власти именно со стороны среднего класса, который финансировал это дело, который все организовывал и показывал. Ну, и бунт уже всего общества против президента-уголовника и ставленника России, который принял курс на Россию, хотя до этого страна реально голосовала и показывала свое стремление в Европейский Союз. А можно ли сказать, что на этой волне с 2014 года, несмотря на тысячелетнюю историю, только по-настоящему начала формироваться и проявляться украинская нация? Украинская нация была, есть и будет. Можно сказать, что украинская нация вышла в открытое сопротивление с пропагандой и с теми силами, которые давили все национальное со времен не только Советского Союза, с момента уничтожения Киевской Руси, с момента Петра Первого, Екатерины. И когда запрещались и украинский язык, запрещались украинские книги, запрещались, ну, то есть просто не было там даже ни театров, ничего, то есть это был, ну, такой многовековой геноцид по всем признакам, ну, заканчивая тем, сколько было уничтожено украинцев во времена двух голодоморов, то есть фактически страна была половинена, то есть до Первой мировой было 80 миллионов населения Украины, после голодоморов стало 40, и понятно, что где-то внутри сидел страх и боязнь. Ну, и плюс в СССР вымарывалось все, что связано с украинской культурой, с ценностью, полностью были уничтожены вся информация про сопротивление и сопротивление во время Второй мировой войны и после нее в украинской повстанческой армии. Украинская повстанческая армия была превращена в пособников фашистов, ну, с чем история схожа с историями сопротивления национального в Латвии и Литве. Бандера был превращен в фашиста, хотя всю Вторую мировую просидел в концлагере немецком и физически не мог быть ни пособником, ни участвовать в каких-либо событиях, там, карающих на стороне фашистов во Второй мировой. Замалчивались все события, связанные с Первой мировой, когда были сформированы на стороне Австро-Венгрии первые подразделения украинских сычевых стрельцов, это первые регулярные воинские подразделения, которые участвовали на стороне Австро-Венгрии и в Первой мировой, и принимали участие в самых ключевых сражениях Первой мировой, и прежде всего против Российской армии. И заканчивая всей литературой, песнями, потому что часть поэтов, не часть, ну, то есть большинство было две волны репрессий, когда стиралось все, весь культурный пласт, который был на тот момент в стране. И такая волна была и после революции, и перед Второй мировой, и большая зачистка была в 70-е, 80-е, вплоть до уничтоженных поэтов, певцов, песенников. Ну, то есть самый известный факт, один из них, много, то есть фактов геноцида реально очень много, просто про них никогда не говорили. По самом деле, в Украине одним из носителей такой национальной культуры были бандуристы. Это когда ходили по селам такие деды, умудренные жизнью, и пели под бандуру. Ну, это такая, как людня, не знаю, большущий такой инструмент, где там 60 с лишним струн, и они пели баллады, которые передавали истории. В 20-х годах, туда ближе к 30-м, советская власть объявила съезд бандуристов, их собрали где-то всех под Харьковом, и были уничтожены, по-моему, две тысячи носителей вот этой устной народной творчества. Поэтому культура украинская была, она просто сейчас на фоне всего происходящего получила новый виток, новый рассвет, и за последнее время хорошо историками и журналистами прорабатывались факты вскрытия и заново открытия этой культуры для собственной стороны. Ну, и один из ярчайших представителей современной украинской культуры, Виталий Накаленко, наш сегодняшний гость. Его фильм «Снайпер. Белый ворон» вышел на экраны латвийских кинотеатров. Спасибо огромное. Мы надеемся, что, может быть, еще обязательно свяжем. К сожалению, вот так мало времени, а так о многом хотелось поговорить, и надеемся на будущие встречи. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Удачи. Всего доброго. Володец. Висолабо. Висолабо.